В Казанском федеральном университете с 22 по 23 апреля проходит 17-я международная научно-практическая конференция по корееведению «Россия-Корея. Настоящая и будущего российского корееведения». О том, как прошло ее торжественное открытие, расскажем в нашем следующем сюжете. На пленарном заседании конференции в своем видеообращении полномочный министр, генеральный консул Республики Корея в Российской Федерации Пахо поблагодарил руководство ВУЗа за организацию. Я искренне поздравляю Казанский федеральный университет с проведением 17-й международной конференции по корееведению «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». И очень рад приветствовать вас этим видео на значимом академическом мероприятии. В этом году празднуют 30-летие установления дипломатических отношений России и Кореи. Поэтому я считаю, что конференция имеет огромное значение. В свою очередь, проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев обозначил причину популярности корейской культуры среди российской молодежи. Российское корееведение стремительно развивается, открывает для нас заманчивые сетки на горизонте. Мы обсуждали, что сегодня Корея, ее современное социально-экономическое развитие, ее современный фунт-город, то есть и фунт-культура вызывают большой интерес у молодежи, у молодых ребят, у девушек, которые увлекаются, интересуются тем, что происходит. Потому что она, по-моему, эта культура самобытная, интересная, она оригинальна, она не копирует что-то другое. В ходе конференции планируется обсуждение актуальных проблем и тенденций развития настоящего и будущего российского корееведения, освещенных в различных областях деятельности. Директор службы содействия развитию корееведения Ли Кан Хан выразила благодарность ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову и руководству за сотрудничество и развитие корееведения в КФУ. Я надеюсь, что проведение международной конференции по корееведению в КФУ послужит фундаментом для разностороннего сотрудничества между Кореей и Россией, а также послужит прекрасной возможностью для развития корейско-российских отношений через развитие корееведения, улучшение понимания Кореи и расширение обмена в различных областях. Основными направлениями работы конференции в этом году стали настоящее и будущее российского корееведения, культура и литература Кореи, история, политика и экономика Кореи. Илья Андреев, Фарид Захитогле, Универньюс.